Смотрите, при выезде, в езде на эстакаду, мост и тому подобное, на перекрестке, не спешите. Во-первых, вы на пешеходном сейчас стоите, поворот не включите. Поехали. Налево смотрим, стоят там машины, то есть поворачивающие автомобили. Мы сейчас по партюре по этому поедем, по морщине хозяйской, по гуглу. Сейчас мы едем по улице Суворова, за скоростным своим режимом, смотрите. Близистым бордюром ехать не нужно, в зеркало видно, сколько у вас расстояния от бордюра до автомобиля. Видите, смотрите, расстояние. И имейте в виду, что одно неправильное движение, и мы полетели по бордюру. А тут тоже можно остановиться. Ну да. Так, светофор не работает, едем по приоритетам. Здесь пешеходы главные, если что. У нас плавил. Для чего вот в ноги устанавливаю? Данным перекрестком. Может рассвет, выключили. Электричество анима, все. Ой, смотрите, сколько пешеходных знаков тут. Прям как спортсов на дереве. Переворон. Здесь пешеходы главные, если что. Стой. Стой. Поехали. Обиделись, больше никого? Нет. Здесь также можно везде остановиться. Справа на ряду. На крупную же часть. Соответственно, возле бордюра. Впереди есть светофор. Пешеходный переход. Отдельно стоящий от перекрестка. То есть, здесь пешеходный переход на перекрестке. Вот где мы сейчас остановились, да, где светофор не работает. А здесь отдельно стоящий, где нет перекрестка. Вот видите, здесь никаких перекрестков нет, но есть пешеходный переход. Понятие перекресток и пешеходный переход – это два разных. Перекресток – это пересечение, примыкание и разбитление. Вот видите, вы как хорошо знаете. Это лучше, чем я. Только он сейчас в бордюрку. Двигаемся через перекресток в прямом направлении. Знак остановка. Стоянка запрещена. До знака и после знака. Далее у нас что, идет перекресток. И опять же, да, установлен знак 327. Установка запрещена. Соответственно, что мы на автобусной остановке в карманах остановиться не можем. Вот как ребята стоят, мы этого сделать тоже не можем. И вот здесь мы не можем остановиться. Хотя есть, вроде казалось, да? Карман. Карман. Но знака парковки нет. Здесь вот только есть парковка для инвалидов. Все. Тоже нельзя остановиться. А может в заблуждение вести? Кто? Гаишник. Как? Ну, что сказать, это сделать, потому что тут нет остановки. Ну, он вам и скажет, выбирайте место для остановки, да. Но знак отменяется у нас, как минимум, перекрестком в наших случаях, да? Да. Действие знака. Вот перекресток. Суворово-Кутузово, по-моему. Все. Здесь уже где-то можно останавливаться. Но, вот сейчас автобус хотел отойти от остановочного кармана, вы его не выпустили. Вы даже не обратили, наверное, внимание. Да, я точно не обратила. Я смотрю вот на красный. Ну, я так и понял. Опять же, здесь вроде как и перекресток, но он не регулируется светофором. Здесь пешеходный впереди. Пешеходный переход. Регулируем. А перекресток не регулируем. Потому что, обратите внимание, вот здесь светофора нет на углу в этом районе, только один год. То есть, светофор стоит за перекрестком. Надо в левый ряд перестроиться. Перестроиться. Так как справа полоса сейчас уйдет у нас на Краснореченскую по стрелке. И хотя можно с первого ряда и прямо, по-моему, ехать, нет, уже нельзя. Я вижу, что в стрелочке разметка нанесена. Видите, 1.18. Движение по правому ряду только направо. Видите? Угу. А пока ее не было... Видать, давненько я сюда не ездил. Пока разметки не было, можно было и прямо ехать. Вот. Вот этот жук, у него прям жук, прям название автомобиля жук. Такой вредный, который должен был повернуть направо, да? А поехал в прямом направлении, чем нарушил правила дорожного движения. Правее возьмите. Правее это на меня рулем. Там встало, да? Да вы по сей дороге едете. Выключайте полородник. И знак какой мы проехали? 40. Неверный ответ. Что-то я не заметила. Остановка запрещена. Вот. Светофор, да, не отменяет действие этого знака. Соответственно, если нам поступит команда на экзамене остановиться, мы здесь остановиться не можем. Мы должны что сделать? По маршруту повернуть направо, и слева пешеход. Видите? Вы его не пропустили. Откуда? Откуда и мы. Крутим руль. Работаем рулем. Работаем. Все. И здесь уже перекресток. Здесь знак отменяется. Мы можем остановиться на остановке, если бы не стоянка. Далее мы видим, что знак остановка запрещена. Соответственно, вот эти ребята, которые стоят, они нарушают. Но, если больше некуда ставить, люди уже, видите, вынуждены нарушают правила дорожного движения. Вот впереди КамАЗ стоит. Он правильно остановился? Да. Почему? Ну, тут пересечение. Перегресток. Правильно. Это тоже все часть нашего маршрута. По-возможному. Еще и север, центр города. Здесь не ездили, да? Здесь не ездили, да? Здесь не ездили. В левый ряд перестройтесь. Рулем резко не дергаем. Какие знаки видите? Железнодорожный переезд без шлагбаума. Ой. Что мы должны на этом перекрестке сделать? Засмотреть. Убедиться в отсутствии приближающего поезда, да? Да. Еще и вперед не въехать в автомобиль. А то засмотрелись по лево-право. Они увидели элементарно, что впереди автомобиль, да? Да. Так. В данном случае у нас что? Это перекресток? Да. Ну, нерегулированный. Потому что светофор всего лишь один. ЖД-периезд мы с вами опять не посмотрели. Сколько их вообще? Что-то весь город переделал. Ну, я не знаю, сколько. Ну, а что делать? Вот такое вот требование у нас. Пока вы это не выучите и запомните, что нужно. Обращать на это внимание. Экзамен будет тяжело сдать. Двигаемся. Далее. Это опять же не перекресток. А регулируемый что? Светофор? О, пешеходный переход. Пешеходный переход. Давайте выберем место для стоянки. Для этого что мы делаем? Перестроиться. Перестроимся на крайнюю правую полосу. Где мы можем остановиться? Ну, останавливайтесь. Один вопрос. Почему вы поворотники жалеете? Вы думаете, они здесь платные? Нет. Ну, а почему вы их не указываете? А надо здесь указать. Ну, вы же остановились. Вы же сделали маневр, да? Действие выполнено. Откуда может сзади идущий автомобиль узнать, что вы хотите сделать? Вы просто начали снижать скорость. И остановились в конце концов. Что дальше нужно сделать? Парковка. Дальше. Пучник. Без кнопки он поднимается. С кнопкой опустите его. Без кнопки поднимаете. Чтоб всегда слышали трещотку такую. Все. Поехали. Заново? Ну, конечно, ничего. Мы здесь остаемся что-то. Вот только что я вам сказал за... За... Я уже сам заговорил. За... Что я сказал? За поворотники. За поворотники, да. Включаете. И вы только его включили только тогда, когда я начал опять возмущаться. То есть, вас инспектор попросит остановиться. Без поворотника вы остановились. Три балла. Тронулись без поворотника. Три балла. Шесть баллов. До свидания. Понятно? Да. И как бы вы идеально бы не управляли автомобилем, экзамен бы в том случае был. Он был бы не сдан. Только из-за глупых ошибок. Выбирайте место для остановки. И на спидометр свой посмотрите, пожалуйста. Вы куда? Навстречу к счастью? В зеркало боковое. Смотрите. Вы увидите. Да где у нас бордюрка? В какое боковое? В справа. Справа. Ну, бог с ним и так пойдет. Вы на такой скорости, зачем прям пытаетесь прижаться? Не надо прижиматься к бордюру на большой скорости. У вас 50 км в час, вы жметесь к обочине, то есть, соответственно, к бордюру. Там снежный накат. Во-первых, вы теряете контроль над колесами, где они справа у нас. Вы можете наскочить на бордюр. На экзамене инструктор ваш затормозит. Он не даст вам так выполнить действие. Потому что он не берет на себя ответственность за то, что... Вернее, он за вас возьмет ответственность. И он посчитает, что вы сейчас наскочите на бордюр. А на бордюр наскочили, это мы попали в ДТП и не дай бог что там случится. И в любом случае экзамен бы не знал. Поэтому, в правой полосе как едете, вот видите, как тень. Вот тень идет. А справа от бордюра, да, вот эта вот тень. Вот как КАМАЗ идет, так и останавливайтесь. То есть, дайте машине... Само остановиться? И само остановиться нет. Дайте машине и бордюре расстояние между ними. Понятно? Пол метра от бордюрки. А потом уже можете немножко подъехать. Но на скорости этого влетать сюда нельзя. Поехали. Рулем не крутите. Выбираем место для остановки. Давайте. Включайте поворотник. Вот. И рулем-то выравниваем. Потому что вы смотрите в зеркало, а руль-то у вас идет вправо на бордюр. Поэтому вот вы должны автомобиль параллельно поставить. Все. Поехали. Далее у нас идет перекресток нерегулируемый. Обратите внимание, одна пара светофоров. То есть, регулируемый был бы он, если бы еще в ту сторону уголили бы светофоры. Сигналы. То есть, обращен бы светофор был вправо или влево. Здесь пока мы можем везде останавливаться. Также вправо. Мы двигаемся с вами в прямом направлении. Инспектор может сказать, двигаемся по голове. по главной дороге. То есть, мы определяем, да? Где она главная. Знаками. Мы едем сейчас по главной. Мы двигаемся по главной. Да. И здесь, обратите внимание, вы здесь первый раз, да? Вообще или где-то? За рулем. А, за рулем первый. Смотрите. Видите, знак справа. Две полосы в прямом направлении. И третья полоса наша крайняя с вами. Куда она уходит? Сворачивает направо. Сворачивает направо. Соответственно, там, скорее всего, может быть разметка, не позволяющая по этой полосе двигаться в прямом направлении. Включайте левый поворотник. И я вам сейчас объясню. Смотрите, вон, видите, разметка какая. Вот где джип поворачивает. Нам влево надо выехать в полосу. А то мы на сплошную заедем. Тормосто держите сами. Поехали. Крутим руль. Быстрее сзади никого нет. Вот. Видите, да? Вот эта разметка. Видите разметку? Вот. Соответственно, на экзамене это очень частая ошибка на учеников. И инспектор об этом знает. И, естественно, он всегда говорит, перестройтесь вправо, а потом человек теряется и нарезает, бывает такое разметка. Т.е. понимаете, что на Знайке нужно смотреть заблаговременно. Впереди у нас регулируемый перекресток. По-моему, улица Фрегантова. Пересечения у нас. Двигаемся, двигаемся, не стесняемся. Не смещаемся никуда. Здесь, кстати, напротив заправки такая же беда. С полосами была. Нет, вон она есть. Видите, да? Сверху знаки движения по полосам. Вы перестроились непонятно как. Вы двигались не по этой полосе. Размер. Да. Поэтому, если непонятно становится, нужно включать поворотник в ту сторону, куда вы замечаетесь. И будет выглядеть так, как будто это было все затронуло. Ага. Тут. Двигаемся по улице Пионерской. Опять же, главная дорога по отношению справа у нас. Мы главные. Здесь перечисление кубика. Тоже идет перекресток регулируемый. Вот. Это регулируемый перекресток. В правый ряд перестроиться нужно. Там грузовик. Пока перестроим. Выключите поворотник. Я объясню. Вот опять же такое же знак движения направо, да, во дворы. И такой же треугольник нарисован. Разметка. По правому ряду тоже там ехать. Нужно будет перестраиваться, как мы с вами делали. Понятно? Всегда запомните, по правому ряду, на пионерке, очень опасно. Опасно тем, что мы можем нарушить правила дорожного движения, даже ничего не делая витально. Просто двигаясь по полосе. А, я закончу. Это у нас пересечение с улицей Радищева, по-моему. Тоже регулируемый перекресток. Нужно перестроиться в правый ряд. Ваши действия знаем только мы. О ваших желаниях. Да дайте ему чуть-чуть поехать. Чуть-чуть скиньте скорость. Дайте ему поехать. Видите он. Будем так поехать. Мы тормози, мот тормози. Двигаемся здесь направо. Притормаживаем. Пешеходов смотрим. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! С такой скоростью даже я не заезжаю. Что вы делаете? Ух ты! Вроде она тормозала. Да вы не нажали, вы его погладили только. Поверьте, вы без тормозов сюда заехали. Вообще сама уже без тормозов. А? На дорогу смотрите, смеяться, если потом не сдадите. Да нет, почему не сдадите? У вас хороший потенциал, или как это сказать? Потенциал? Да. Дорожный. Третий раз в городе, и все равно вы знаки наблюдаете, успеваете усваивать что-либо, что я говорю. Ух ты!